Тайная канцелярия появилась в России при Петре I. Одно название подсказывает, чем занимался этот весьма мрачный орган власти. Выявление и преследование всяких внутренних тайных противников государя. В 1718 году на родину вернули царевича Алексея Петровича. Его царь подозревал в подготовке государственного переворота. Вот для такого сложного дела и создали тайную канцелярию. Возглавил новое управление граф Петр Толстой. Именно он ездил в Италию за цесаревичем Алексеем. Тайной канцелярии доверили все политические дела. А приглядывал за нею лично Петр. Если надо, он мог присутствовать на допросах и даже пытках. Да, все верное, тайная канцелярия добивалась признания любым способом. Петр I составил и подробные правила того, как верно мучить человека, как составлять пыточные речи. Их протоколировали, и дошли они до нашего времени в изрядном избытке. Случалось, конечно, признание выбивали из невиновных. Служба, состоявшая всего из 30 человек, существовала в основном на доносах, которыми часто пользовались только для того, чтобы оболгать неугодных. Достаточно было сказать заветную фразу словом и делом, чтобы государевые люди поняли, человек готов рассказать о ком-то злоумышляющем преступлении против царя. В эпоху дворцовых переворотов в России тайную канцелярию несколько раз упраздняли и возвращали. Особенно активно она работала во времена Анны Юанновны, боявшейся заговоров. А вот после смерти императрицы, одним из первых дел канцелярии стало обвинение ее ближайшего сподвижника Бирона. Тайная канцелярия не утратила популярности и во времена Елизаветы Петровны. Ее племянник Петр Третий взошел на трон в 1762 году и пытался во многом следовать по пути деда Петра Великого. Но вот его советники были людьми, весьма радикальными и осуждавшими политический сыск. В результате 6 марта 1762 года Петр Третий ликвидировал канцелярию. Что пугало одним своим существованием тысячи его верноподданных. Последуя нашему человеколюбию и милосердию, и прилагая крайние старания не только неповинных арестов, а иногда и сам их истязания защитить, но паче и самым злонравным пресечь пути к произведению их ненависти, мещения и клеветы, а подавать способы к их исправлению. Отныне тайные разысных дел канцелярии быть не имеет, и он ее уничтожается. Говорилось в приказе императора. Запретили даже выражение словом и делом. За его употребление теперь наказывали. Но и тут были послабления. Если кто-то выкрикивал его, не зная смысла или без злого умысла, то его прощали. Практику доноса тоже преобразовали. Если кто-то прознал про заговор против короны, то надо было явиться в местное судебное отделение и подать заявление в письменном виде. Возможная тайная канцелярия помогла бы Петру Третьему остаться на троне. Следователи могли раскрыть и предотвратить переворот против него буквально всей гвардии. Правда, надо сказать, канцелярия была очень избирательна. Например, глава следственного органа Андрей Ушаков знал о готовящемся заговоре Елизавета Петровны, но не помешал ей. И дочь Петра Первого стала императрицей. Екатерина Вторая свергла мужа Петра Третьего и вскоре восстановила тайную канцелярию, но уже под другим названием. При новой императрице главный орган политического сыска стал называться Тайной экспедицией. Тайная экспедиция просуществовала все правление Екатерины и Павла Первого. Но с воцарением Александра Первого ликвидировали и ее. Пришло свободное и человеколюбивое дней Александровых прекрасное начало. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok